В Тверской области между Торжком и Осташковым есть уникальное место, где жители знают и уважают свою историю. Это местечко Кувшинова. Архитектурным центром города является башня в стиле модерн, построенная московским архитектором более 100 лет назад. К сожалению, башня находится под угрозой сноса, и запланированный снос ни для чего. На этом месте не будет никакого нового строительства, вообще ничего не будет. Раньше башня имела важные значения для движения паровозов, сейчас она настоящий памятник старины. Но для руководства Октябрьской железной дороги это не имеет значения, поэтому ими было принято решение о сносе. К сожалению, тот вопрос, что башня стоит у них на балансе, требует или может когда-то потребовать каких-то денег на ее поддержание, значит для них гораздо больше и перекрывает вот эту вот архитектурную ценность, историческую, мемориальную и так далее. А между тем, это совершенно выдающееся сооружение, это одно из наиболее знаковых зданий не только на станции Ковшинова, но и в городе. Это, безусловно, высотная доминанта. Эту башню видно практически с любой точки станции, с любой точки города. Она замыкает собой панораму сразу нескольких улиц. Ну и сама по себе ее архитектура, ее решение, вот эта ее прямолинейность, она же очень ровно, очень прямо построена. И прошедшие сто лет совершенно не изменили ее вида. В Кувшинове жили или бывали Горький, Платонов, Полевой, Фадеев. Писатели оставляли образы этого места и его жителей в своих произведениях. В Каменном родился знаменитый советский лексикограф, составитель словаря русского языка Ожегов. Причем до наших дней сохранился дом, в котором он родился и в котором он жил первые годы своей жизни. Кувшинова обладает огромным туристическим потенциалом. Здесь и архитектура, здесь и знаменитые люди, здесь и просто очень красивая природа. Казалось бы, взять и сделать из этого туристический центр. Вот решение вопроса. Продолжение следует...